В присутствии оперативников и следователей, подозреваемый в расправе над спортсменом Юрием Власко, рассказывает, как совершил нападение. Он предельно собран, спокоен. Следователи спрашивают у вероятного преступника, готов ли он отправиться на место ЧП, чтобы дополнить свои показания. Тот отвечает согласием и, забегая вперед, поясняет, как именно все происходило в день убийства. Там происходила массовая драка, в ходе которой был убит человек. Похоже, задержанный прекрасно понимает, отпираться уже нет никакого смысла. Улик против него собрано достаточно. Есть и свидетельские показания. Известно, что убийство случилось на этом пляже. Погибший Власко, он, кстати, двукратный чемпион Европы и член сборной России по борьбе, после победы на соревнованиях отправился вместе со знакомыми на Байкал. Решил отдохнуть на берегу озера. Ближе к утру кто-то из друзей разбудил его и попросил помочь усмирить шумную компанию. Увидели толпу людей, человек 30, может чуть больше, меньше. Там была потасовка. Мы наблюдали издалека и потом услышали хлопки. Потом мы увидели с подругой, как двух людей били в разных местах. Люди, которые били Юру, мимо нас пробежали и сказали, быстрее, быстрее убегаем. По словам очевидцев, Власко не испугался численного преимущества оппонентов. Кто был вместе с борцом, пока непонятно, но ясно, что выстрелы, которые слышали отдыхающие, не стали причиной гибели. Убили Власко ножом. Учитывая эти обстоятельства, довольно странно звучат показания подозреваемого, который пытался убедить следователей, что не нападал, а защищался. В ходе проведенного допроса он подтвердил свою причастность к смерти спортсмена, однако заявил, что его действия якобы были связаны с необходимой обороной и защитой от нападения со стороны самого борца. Однако следствие считает, что показания подозреваемого молодого человека в части выдвинутой им версии о самозащите не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей. Юрию Власко было 20. Он мастер спорта международного класса, участник многочисленных турниров. Мечтал выступить на Олимпиаде и выиграть золото. Тренер погибшего говорит, что у него были все шансы добиться самых высоких результатов. Чуть ниже меня ростом, пухлый. Бегать не умел, ходил, пыхтел, но за год научился бегать. И на второй год меня начал на себе таскать. С этого парня вышел. Ну, красавчик парень. Установить имена других участников конфликта – это как раз то, чем сейчас занимаются правоохранители. Необходимо выяснить, кто стрелял и из какого оружия, что на самом деле стало причиной ссоры. Но что касается вероятного убийцы, он написал чистосердечное признание. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.